Ночной охотник с большими ушами и невероятно милой внешностью, приспособлен к выживанию в суровых условиях пустыни, может улавливать даже самые легкие шорохи, рыть глубокие норы и прыгать в три раза выше себя. Привет, друзья! Герой сегодняшнего выпуска – пустынная лиса Фенек. А перед знакомством с этим необычным зверьком я прошу вас подписаться на канал, ведь это мотивирует на создание новых интересных видео. А теперь продолжаем! Песчаные пустыни Африки. С какими обитателями ассоциируется подобная местность? Ядовитые змеи, ящерицы, скорпионы или, может быть, верблюды. Но есть в столь неприветливых своими аномальными перепадами температуры местах довольно любопытный хищник. Самый маленький представитель семейства псовых – необычной внешности лисица под названием Фенек. По своим размерам лиса уступает даже кошке. Длина взрослой особи находится в пределах 30-40 сантиметров, а высота – до 22 сантиметров. При этом масса тела не превышает полутора килограмм. Основное место обитания – центральная часть Сахары, крупнейшей жаркой пустыни. У Фенека маленькая острая морда, большие глаза, но визитная карточка животного – огромные уши, которые среди хищников по праву считаются самыми большими по отношению к голове. И это неудивительно, ведь их длина достигает 15 сантиметров. Такие размеры нужны для того, чтобы улавливать малейшие шорохи потенциальной добычи. Но хороший слух – не единственное предназначение таких ушей. Также они играют роль теплоотвода, спасая лисицу от перегрева в дневное время. Основной рацион Фенека – мелкие грузуны, птенцы, ящерицы и некоторые насекомые. Но несмотря на свою хищную натуру, лисица не брезгует питаться растениями и ягодами, которые посчастливится встретить в столь засушливом регионе. Но прежде всего Фенек – отличный охотник. Давайте посмотрим, на что способен зверек в поисках пропитания. Малый тушканчик – довольно интересное существо, на которое обратил внимание не менее интересный охотник. Нужны настоящие суперспособности, чтобы найти такую маленькую и редкую добычу. Уши пустынной лисы в 20 раз чувствительнее, чем у человека. Тушканчик пытается скрыться, но его нора не слишком глубока. Прекрасно развитое обоняние подсказывает лисе, где искать добычу. Настало время использовать секретное оружие. Лапы тушканчика делают его маленькой копией кенгуру и позволяют развивать небывалую для такого зверька скорость. Его прыжок в 10 раз длиннее собственного тела. Но с такими ногами тяжело спрятаться. И остается только одно – использовать их для бега. Тушканчик быстр, но фенек не уступает ему в скорости, поэтому приходится использовать последний трюк. Волосы на его ногах позволяют захватывать песок и молниеносно поворачивать. Похоже, этой ночью фенек останется голодным. Нередко в поисках пропитания пустынная лиса вступает в схватку с опасными противниками – змеями и скорпионами. Ловкими движениями фенек атакует раз за разом, пытаясь прокусить змее голову. Но осторожность не позволяет быстро выиграть схватку. Кроме того, несмотря на хищную натуру, зубы лисицы довольно скромного размера, но терпение приносит свои плоды. На этот раз фенек вознагражден сытным обедом. Подобная тактика применяется и против скорпиона. Лисица в первую очередь пытается обезвредить его, атакуя клешни и жала. Наконец, грозное оружие противника нейтрализовано. С него и начинается трапеза. Небольшой размер и огромные уши – не единственное приспособление этого зверька к суровым условиям жизни в пустыне. Фенек обладает густым мехом, который не только согревает его холодными ночами, когда температура стремится к нулю градусов, но и защищает от жары. На подушечках лап лисицы растет шерсть, позволяющая передвигаться по раскаленному песку, температура которого под палящим солнцем может достигать 80 градусов. Феники – социальное животное. В дикой природе они живут с семьями до 10 особей. При этом пара образуется на всю жизнь. Раз в год у лисиц появляется потомство, насчитывающее от двух до пяти малышей. Нередко они вырастают и становятся самостоятельными, при этом оставаясь жить вместе с родителями. Стоит отметить, что небольшие размеры, маскировочный окрас и удивительная ловкость животного делают его довольно трудной добычей для других хищников, поэтому в природе у него практически нет врагов. В последнее время экзотические животные все чаще заводятся в качестве домашних питомцев, и феник в этом плане не исключение. Он неплохо приспосабливается к неволе, где может прожить до 14 лет, что даже дольше, чем в естественной среде обитания. Но содержать его дома непросто, ведь все-таки это ночное животное, которому нужна комфортная температура, большая площадь и грамотный уход. Поэтому феника не стоит заводить у себя, лишь потому что это модно. А на сегодня это все. Если ролик был для вас интересен, поддержите его лайком. А главное, не забудьте подписаться на канал, ведь новые ролики выходят регулярно. Спасибо за просмотр и до скорого! Субтитры сделал DimaTorzok